Днём пятницы напротив торгово-развлекательного центра Южный парк мотоциклист на большой скорости врезался в сворачивающую встречную машину и попал вместе со своим пассажиром в больницу. Молодые люди на Кавасаки-ниндзя двигались по улице Суворова в направлении проспекта 60-летия октября ближе к осевой линии дороги. Автомобилист на Тойоте Гайе ехал навстречу и собирался на перекрёстке повернуть налево на улицу Кутузова. За рулем минивэна был 43-летний школьный разнорабочий, который ехал вместе с братом по служебным делам. Мужчина говорил, что заканчивал манёвр, когда все встречные машины остановились и на светофоре загорелся красный свет. Мотоциклист на красный свет въехал. На красный свет на большой скорости въехал. А вы в этот момент уже повернули? Вот я здесь и стою. А, то есть он хотел проскочить, да, видать? Ну, наверное. Ну, точно красный уже загорелся, да? Точно красный уже. После столкновения байкер оказался в салоне минивэна, пробив стекло задней двери. Пассажир перелетел через иномарку, упав на асфальт в паре метрах от места удара. Мотоциклист чувствовал себя более-менее нормально, а вот о его товарище этого сказать было нельзя. Он в салон к вам попал, вы говорили? Да. То есть это от удара так произошло? Да. Ага. А пассажир? А пассажир вон там был. На дороге. Вон там кровь видно. На дороге, да? Их обоих забрали в больницу. А что с ними было? На что жаловались? Пассажир вообще лежал, там что-то ели-елишки велись. Пассажиры мотоциклистов скорую помощь переместили на носилках. Несмотря на то, что молодой человек был в шлеме, травмы он получил серьезные. Байкер тоже отправился в стационар. Тест на трезвость он пройдет в медучреждении. Водитель Гайи продул тестер с нулевым результатом. Видеозапись ДТП подтвердила слова автомобилиста. Мотоциклист пытался проскочить перекресток сходу на запрещающий сигнал светофора. Страховки на Кавасаке не имелось. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.